Губительное поветрие – так испокон веков называли на Руси эпидемии. Священники говорят, работать в подобных условиях для церкви не в новинку, учитывая, что значительная часть посетителей храмов – люди пожилые, им рекомендовали оставаться дома. Вместо этого священники работают на выездах и дистанционно. Мы сообщаем телефоны, по которым они могут связаться и заказать те или иные требы и поминовения молитвы. Мы также раздали молитвки для прочтения дома, то есть те молитвы, которые читаются во время губительного поветрия. Все телефоны указаны на сайте Алтайской епархии. В самих храмах дезинфицируют иконы, священники соблюдают дистанцию. Кстати, в эти дни многие прихожане заново открыли для себя интернет-технологии, например, проекты «Батюшка онлайн» и «Матушка онлайн». Проекты эти появились несколько лет назад, а теперь как никогда актуальны. Общение происходит через социальные сети. Один из ближайших к нам священников-блогеров, с кем удалось выйти на связь, отец Павел Тайчиначев из республики Алтай. Там на данный момент зараженных не зафиксировано. Ну, вы знаете, я не заметил, у нас особого беспокойства здесь нет. Мы живем в горном Алтае, у нас уравновешивается вся эта информация окружающими видами горных пасторалей. Вот мы видим вот эти все идиллические картины, горы, пасущийся скот на горах, овец, коров, лошадей. Ну, по словам алтайских священников, пока среди верующих паники нет. Митрополии надеются, что так будет и дальше. Между тем, уже 19 апреля величайший из христианских праздников, который предполагает многолюдные торжества. В Барнаульской епархии говорят, что в течение ближайшей недели будет решено, как в этом году православные отметят Великую Пасху. Илья Кчетков, Илья Халяпин. День с толком.